Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Ринка Мискик. Меня зовут Ирина и большое спасибо, что вы заглянули ко мне на канал. Сегодня у меня будет видео, посвященное пустым баночкам выходит за собой, именно за телом и волосами. Если вам интересно узнать мое окончательное мнение о продуктах, которыми я пользовалась, тогда, конечно же, я вас приглашаю к просмотру. Усаживайтесь поудобнее и поехали! Начну с того, что у меня закончилось не очень много и я попытаюсь достаточно очень быстро и максимально понятно объяснить, что и какое у меня мнение сложилось о продуктах. Начну с того, что у меня закончились влажные салфетки одного бренда, бренда Я Самая. Я их покупала в магазине Магнит, Магнит Косметик. Могу сказать одно, сейчас бесспорными фаворитами в уходе салфеток, именно те, которые должны быть у меня всегда в сумочке, это бренд Я Самая, вот эти вот бамбуковые. Классные салфетки, влажные, смело могу вам их порекомендовать. Во-первых, у них очень приятное полотно, которое именно из чего сделано салфеточкой. Она очень хорошо пропитана, с нее не течет, она не сухая, оптимальный вариант. Мне очень сильно нравится, смело могу вам их порекомендовать. И отдельное внимание, хочу вас сакцентировать на вот такие вот влажные салфетки для интимного ухода. Они идут большого размера, есть удобный клапан, который держит, собственно говоря, данные салфетки, чтобы они не становились сухими. Мне очень понравилось то, что данные салфетки вообще не вызывают никакого дискомфорта. Нет ничего плохого после их использования. Мне они очень сильно понравились, смело могу вам их порекомендовать. В одной упаковке 15 штучек. Удобная упаковка, можно спокойно держать даже в сумочке, если вы офисный работник. Очень удобная такая, знаете, штука, как оказалось. Я осталась дико довольна и смело могу вам их порекомендовать. Следующее, что у меня закончилось в уходе за собой, это были три миниатюрки. Гель для душа. И начну с того, что у меня первое попадается. Первое, это у меня лимитка 2017-18 года. Гель для душа. Это у нас идет снежный ваниль. Здесь 50 мл. И я хочу сказать, это провальный продукт данного бренда. Отвратительный аромат. Лично для меня, как он раскрывается на теле. Совершенно не понравилось. Я заказала абсолютно всю линейку снежного ваниль и та, которая у них была, ягодная серия, которая лимитированная. Но для меня она не дошла, потому что я так предполагаю, что это какие-то были накладки на почте. Поэтому я ее не смогла выкупить. Я очень рада этому на самом деле, потому что гель для душа, именно в одушке на теле, он мне не понравился. Он какой-то противный, гадкий. Хотя вы знаете, то, что аромат ванили я очень люблю. Но именно в плане технических характеристик, его он не сушит кожу, но замечательно мылится. Это у него не отнять. Его мне вот этой упаковочке хватило, наверное, на неделю использования. Представляете, какой он экономичный. Но вот одушка просто отвратительная. Лично на моем теле она раскрывалась так отвратительно, что это просто с ума сойти. Следующее, что мне не понравилось, это был крем-гель для душа от Кафе Красоты. Это, как себя позиционирует бренд, натуральная косметика. И он идет освежающим. Экстракт бамбука, масло авокадо и сок алоэ вера. Аромат напоминает мне летнюю травку, где-то на лугу, где-то, вы знаете, свежескошенная трава, где-то что-то так. Но могу сказать одно. Во-первых, мне его хватило, наверное, на раза четыре. После него была стянутость кожи, но не было шелушений. То есть, как бы он такой, знаете, неплохо очищал. И на теле он раскрывался неплохим ароматом. Но пойти его полноразмерку купить я не осмелюсь, мне не понравилось. Ничего такого он меня не зацепил. Оказался обычным каким-то, знаете, крем-гелем для душа, который продается в магазинах, в супермаркетах. Следующий гель для душа, который от бренда Melvita. Это парфюмированный гель для душа, как я поняла. Мне его давали за покупку в магазине Revgosh. Знаете, вот это вот аромат 90-х, аромат моей мамы. Я вспоминаю его в детстве у своей мамы, по-моему, у нее был похожий парфюм. Вот знаете, что-то вот оттуда, вот с детства мне бы навеял этот гель для душа. Он дико жидкий, прям очень-очень жидкий. Он хорошо, в принципе, пенился. Хватило его раза на три. Тут 40 мл на три раза, потому что он дико жидкий. И вот он весь выливается, знаете. Но вот это вот парфюмированное облако стояло в ванной комнате. На что я чувствительная кармата могу сказать. Он мне в большей степени понравился. Если я его встречу, возможно, я даже куплю полную размерку. Интересный такой гель для душа, в принципе, да. И, конечно же, безусловно, и мой фаворит у меня закончился Жордин Дюмон. Это у нас идет Орех Макадамии. Отличный шигель для душа, крем-гель для душа, который я вам могу смело порекомендовать к покупке. Не сушит кожу, замечательно пенится. Он экономичный. И он хорошо смывается с тела. И мне нравится то, что, еще раз говорю, он не пересушивает кожу. И это очень круто на самом деле. Удобная упаковка. Его отлично можно презентовать в подарок. Так, отличный продукт, который, безусловно, всегда должен быть у меня в ванной. И я очень-очень люблю гель для душа от Жордин Дюмон. Следующее, что у меня закончилось в уходе за телом, это был антипреспирант от бренда Невея. Знаете, это жидкий шариковый антипреспирант, который не позиционирует себя как дезодорант. То есть он просто должен, в принципе, защищать, по-моему, от пота. Правильно, антипреспирант он защищает от пота. Минус его заключается в том, что его нужно нанести, подождать минут 10, знаете, его стоять как птица, чтобы оно все, все крылышки поднять и ждать, когда он высохнет. Но когда все-таки он высыхает на вашем теле, во-первых, он не оставляет белых пятен на одежде, это безусловный плюс. Во-вторых, если вы не относитесь к тому типу людей, кто очень сильно потеет, он вас спасет от потоотделения. В принципе, да, как бы подмышки будут сухие, простите меня, подмышечные впадины будут сухие. И его можно наносить на тело после того, даже когда вы, простите, побреете свои подмышечные впадины. Как бы, в принципе, когда вы его нанесете, не будет раздражения, он такой, знаете, абсолютно деликатный и мягкий. Ну и отдельное ему спасибо за его одушку. Очень мне нравится данный аромат вот этих вот шариковых антипреспирантов. Я очень сильно люблю. У меня вот этот вот идет с экстрактом жемчуга. Смело могу порекомендовать его к покупке, если, еще раз говорю, вы не очень сильно потливый человек. Написано, что защищает 48 часов мягкий уход. Да, мягкий уход, но 48 часов он точно не защитит. Но часов 12, 8, в принципе, рабочий день он выдержит. Неплохой. Следующее, что у меня закончилось, в уходе за телом, это была такая вот маска обертывания антицеллюлитная от бренда Белита, белорусский производитель. Преображающая маска обертывания для похудения с глиной Гасул, маслом черного тмина, антицеллюлитное действие. Начну сразу с того, что он у меня улетел за полторы недели. Он дико жидкий и он совершенно не экономичный. Стоит он в пределах 200 рублей, и мне кажется, это прям очень дорого за то, что вы берете 200 мл маски, да, вот это вот обертывание, и она улетает очень быстро. Это же не маска, это просто какой-то лосьон, какое-то молочко, которое очень жидкое. И для того, чтобы был эффект, как мы знаем, нужно хотя бы, ну, нормально, чтобы, так скажем, нанести маску, чтобы была как маска. Здесь с ним этого не получается. Как-то, знаете, вот за полторы недели использования какого-то вау-эффекта от него я не увидела. Возможно, если бы я им пропользовалась хотя бы месяц регулярно, может быть, что-то бы он и действительно дал. Но мне кажется, есть, конечно, другие бренды с таким же действием, и они будут более экономичны, чем этот. Не знаю, как-то сильно меня не впечатлил. Одушка у него неотталкивающая, как-то, знаете, и как-то вот мимо прошел, и я к нему не вернусь. Следующее, что у меня закончилось, это уже в уходе за волосами, закончился у меня вот такой вот шампунь от Гарнир, Ультрадокс. Это их предыдущая версия, которая была. Сейчас мы все знаем то, что у них произошел ребрейдинг, они поменяли абсолютно, и всю эту старую линейку их уже не найти. Мне данная линейка нравилась тем, что его можно использовать было регулярно, он не пересушивал волосы, и его можно было использовать моно. Да, это тот шампунь, который можно было использовать без бальзама, без кондиционеров, без масок. Он не сушил длину, меня это очень в нем устраивало. Он идет с авокадо и карите. Написано, что он для поврежденных и секущихся сухих концов. Повреждения с волос он не убрал, сечения с волос он не убрал, но он и не высушил. Конечно, очень жаль то, что его сейчас сняли с производства, одушка у него очень приятная и приятно раскрывается на волосах, очень хорошо пенился. В принципе, такой, знаете, хороший был шампунь из сегмента масс-маркет, который можно было купить в любом супермаркете. У меня закончился вот такой вот дуэт, который я покупала в аптеке. Начну с репейного масла с красным перцем, я его наношу на корни и на всю длину. Мне очень нравится, как он дает блеск волосам. Конечно, пока я не вижу, чтобы у меня полез какой-то там пушок, чтобы у меня там активный рост пошел по скальпу. Я этого пока не вижу. Но то, что он дает блеск волосам, это мне в нем нравится, и то, что длина, в принципе, с ним напитанная. Неплохое средство. Отдельное, хочу сакцентировать внимание на упаковке, очень удобный носик-дозатор при нанесении. Масел просто распределяете по прядям, и все. Отличная просто упаковка. Хороший состав у продукта. Куплю я его еще. Конечно же, обязательно повторю, мне очень сильно понравилось. Следующее, что у меня закончилось, это была маска. Тоже покупала ее в аптеке. Она идет у нас с красным перцем и корицей. Здесь 250 мл. Маской ее назвать можно с натяжечкой, потому что это такой, знаете, бальзамчик для волос, который достаточно очень жидкий. Как маска, она сильно жидкая. Сильно-сильная душка корицы, которая просто душит. Вот просто. Я не люблю аромат корицы, он у меня вызывает такие, знаете, неприятные позывы. Но я рассчитывала то, что он будет, знаете, вот то состояние, то, что он будет печь, как-то активизирует рост волос. Производитель говорит то, что нужно держать 5 минут и смывать. Я держала 5 минут на волосах. Не было никакого эффекта печенья на голове, на скальпе, чтобы как-то, знаете, что-то он разогревал. Подождала 15 минут. Спустя 15 минут пошло вот это вот долгожданное тепло. Но аромат корицы меня настолько оттолкнул, что я ее просто убрала, смыла и как бы, ну, фу-фу-фу. Не знаю, знаете, вот как бы ее использовала и вау-эффекта не заметила. Но и волосы он не пересушил, он и как-то супер не напитал. Такая, знаете, непонятная. Я, наверное, еще одну повторю, чтобы точно уж понять, нужна она мне или нет. Буду я ей пользоваться или нет, и работает она на волосах или нет. Но вообще мне как бы аромат корицы, еще раз говорю, не понравился. И крайний продукт, который хочу вам показать, это маска интенсивная для поврежденных волос от бренда Estelle. Это профессиональная маска, здесь ее 500 мл. Могу сказать, срок годности 12 месяцев после вскрытия. Но я ей пользовалась намного дольше, и она ничего плохого с волосами не сделала, это серьезно. Она силиконистая, она прям очень силиконистая, она подойдет для окрашенных волос, для пористых волос. Наносите ее, естественно, на длину волос, и потом более рассыпчатые, блестящие, хорошо расчесываются. Мне нравится данная маска, но я от нее устала, потому что я ее покупала в начале 2016 года. Сегодня, март 2018 года, и она у меня вот только закончилась. Конечно, вы можете закидать меня тапками, сказать, закончился срок годности, надо было выбросить. Но она не ухудшила свои какие-то, знаете, характеристики. Она не стала сушить мне волосы, либо там у меня какие-то волосы стали ужасные. Несмотря на то, что был срок годности 12 месяцев, и после окончания его, после, я имею в виду, срок годности, по вскрытию я хотела бы сакцентировать внимание. Хорошая маска, ничего плохого не сделала, очень даже достойная, могу вам ее посоветовать купить. Так что, вот так вот. Это были все пустые баночки, выходя за волосами и за телом. Если вам понравилось данное видео, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх. Пишите свои любимые продукты, выходя за телом и за волосами. И да, если вам было со мной интересно, и вы хорошо провели со мной время, не забывайте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить свежие новые видео. И если вы на меня подписаны, и вам по какой-то причине не приходят уведомления, кликайте на колокольчик, и вы всегда будете в курсе того, что происходит у меня на канале. Берегите себя и своих близких, с вами была ваша Ирина, увидимся в скором будущем новом видео. Всем пока-пока!